Банкершув Банкершув Начинается Долгарский праздник День освобождения Болгарии Это Османская империя Инголюционный центр Важный Чернышко имбили Это уличный музыкант У нас тут поют Чернышко имбили 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 День освобождения Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Церковь Святой Николай 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 1 марта. Называется Баба Марта. В этот день положено надевать мартинички, повязывать бело-красные нити на деревья, украшать себе браслетами этого цвета. И это, по верею, принесет вам здоровье и успех. Эти украшения носят либо до 9 марта, до церковного праздника 40 святых мучеников, либо до 25 марта, Днем Благовещения. Считали, что Хэппи будет работать. Работает, да. Хэппи на улице, на балконе тоже есть нити. Вот у нас на площади такие таблички. Белмара, Мексика-сити, Порта-пресс. Их тут очень много. Синие звезды снега. КОНЕЦ Всегда заходим намного раньше в парк. А это у нас такой центральный вход. Очень красивый, помпезный, с колоннами. И тут видно море. И вот тут можно пройти к римским термо, к летнему театру, люди в кафе. И вообще тут такая расслабленная обстановка. Вот на заднем плане какой красивенький домик отреставрированный. В Болгарии все забыли про коронавирус, про вакцинацию. Да, в Болгарии все гуляют. В масках вон я вижу одну бабушку. Больше никак. Ну ладно. Главное, что все праздники сегодня. Сегодня такой день торжественный. Табличка для создателя «Морской градины». Вот такой у нас памятник Пежо и Пензи. Про них есть красивая легенда. С ними связано происхождение мартиничек. Белая и красная нитка. О Пежо и Пензи есть несколько легенд. Наиболее популярная легенда о двух влюбленных. Пежо и Пензи. Пежо был красивым, скромным молодым человеком. Трудолюбивым, хорошим характером. Его любили в деревне. У него были красные щуки, потому что он был красивый и здоровый. А Пензи тоже была красавицей в своей деревне. У нее была очень белая кожа и черные-черные волосы. Пежо был очарован ее красотой и выбрал ее в жены. И Пензи также выбрала его в качестве спутника жизни. У молодых людей была большая свадьба, на которую пригласили несколько деревень. Люди, обрадованные красивой парой, решили увековечить их в двух фигурах. Рыжем мальчике и белой невесте. Пежо и Пензи напоминают нам, что сила любви облагораживает человека и делает его бессмертным. Такая вот красивая легенда. Вот римские термы. Вот тут массовики-затейники. Такая хорошая пара. Кому заповедливая, что это для тебя? Да. ПЕСНЯ 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 Привет всем моим друзьям и подписчикам. Сегодня в Болгарии национальный праздник. 3 марта. День освобождения Болгарии от Османского Иго. До 1878 года Болгария входила в состав Османской империи. В 1878 году, после победы России в русско-турецкой войне, она обрела независимость. Был подписан Стефанский мирный договор. Такая вот история. И этот праздник очень популярен и отмечается в Болгарии очень широко. Сейчас в связи с коронавирусом он отмечается скромно, но тем не менее, все очень любят этот праздник. Вот у нас в парке нашла такую сграда. Она в реставрации, наверное, но она почти разрушена. Старинная. А что же это такое? Это какая-то обсерватория. Что? Это обсерватория, я думаю, какая-то. Потому что смотри, какие куполы там. Купола, что надо. Заряд батареи. Собычка спит. Никого не кусает. Долгария, много таких. Звезда Броец. Это называется Звезда Чупь. Тель Одессис. Вот какой храм. Явно либо католический, либо литеранский. Есть тут в парке. В центре Варна. А вот этот крест, и на нем написано. На жертву коммунитного. Продолжение следует... Вот здесь у нас на площади в армии есть такое палаточное городо. Здесь сидят протесты. Здесь сидят эти протесты. в 236 дней. И они протестуют. Что творится? Мафия внутри. А здесь есть такой плакат, на котором может расписаться. Если вы не хотите, вам не нравятся эти люди, вы здесь расписывайтесь. На этом плакате. Интересно здесь. Не знаю, прочитать не смогли, но это памятник тоже при какой-то боевой операции. Вот такой красивый домик. Это еще стрит-арт. Редактор субтитров Т.Горелова ABOUT